И сразу к рывкам и прорывам, друзья, сельхозпроизводители бьют тревогу, на внутреннем рынке образовался серьезный дефицит топлива, это в разгар уборочной страды, ну и последующей пассивной кампании доигрались, что называется, в игру санкции нам только на пользу. Я хочу сказать, что санкции это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора и нищеты 90-х годов! От Рыжко-Болотной площади, что никогда рачи на коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. Сколько можно, еб? Если откинуть Степ в сторону, розничные оптовые цены на бензин и дизель на полном серьезе ставят рекорды так на Ставрополье. И в конце прошлой недели за тонну солярке приходилось платить 80 и даже 90 тысяч рублей. Хотя пропагандисты, разумеется, брехали, что это не так. Отчетами какими-то трясли, подозреваю, как обычно, нарисованными на коленке в теплых московских кабинетах. Вот только мы-то с вами знаем цену тем отчетам. Сейчас поговорим обо нам подробнее, это реальная журналистика. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Умиляет официальная версия от нефтяников и ангажированных, по всей видимости, нефтяниками чиновников, мол, дефицит возник. Потому что минувшим летом потребовалось остановить работу большинства нефтеперегонных заводов в стране на ремонт НПЗ в Старе. Ну, так бывает, чего вы удивляетесь. Вот закончатся работы, и цены на ГСМ сразу стабилизируются, дефицит исчезнет. Да ладно, серьезно. Че, прям сразу все НПЗ по России ремонтировать собросились? Прям все-все одномоментно? Да что ты, черт побери, такое несешь? Версия номер два, и она еще более анекдотичная. Нефтяные компании не виноваты. Виноваты все остальные участники рынка, в частности, независимые розничные операторы. Или заправщики, которые воспользовались ситуацией с дефицитом на опте, и, значит, решили харю себе наесть под шумок. Такая, в общем, ставшая уже стандартной сказка про плохих злых коммерсов, что, пользуясь нуждой всеобщей, рушат скрепы и регулярно подставляют наше заботливое правительство и патриотично настроенных олигархов. Да я пойду в люк набухаюсь. Вам тоже смешно? Нет, понятно, на кого оно и рассчитано. Глубинный народ, даже само слово экономика и то с ошибками пишет. А уж что там происходит на каком-то нефтяном рынке, который работает через какие-то биржи? Фьючерсы, трейдеров и бла-бла-бла, это для Вани совсем темный лес. С другой стороны, согласитесь, это же не означает, что народу нужно такую пургу впаривать. Ну, потому что... Ну, их же не одни, идиоты смотрят и слушают. В России присутствует шесть вертикально интегрированных компаний, нефтяных компаний, так называемых ВИНКов. Одна из них, хоть более-менее какая-то частная, это компания Лукойл. Но она играет по тем же правилам, по которым играют и оставшиеся пять. Есть операторы АЗС. Даже часть из этих операторов являются независимыми. Чтобы вы себе просто понимали, у независимых операторов весьма непростая судьба. Потому что, ну, они только так могут себя назвать условно. По большому счету они зависят от оптовиков. От оптовики кто? Хрен знает кто! Знаменитая историческая личность. Вот именно. Топливо растет не на деревьях. Кроме того, как справедливо заметил господин Потапенко, все оптовые поставщики в стране хорошо известны. И второй момент. Ну, какие независимые заправщики? Да еще взгоре! Что они вообще решают в глобальных-то масштабах? К тому же, представьте себе это условное фермерское хозяйство, обрабатывающее гектары и гектары земли. У них там десятки единиц тракторов и комбайнов. Десятки грузовиков. Еще какой-то хрени. Или кто-то правда верит, что вся вот эта вот вереница из машины ежедневно, да не по разу, ездит заправляться на ЗС к индивидуальному предпринимателю Пупкину на окраине? Кто-то правда в это верит? Нет. Ну, конечно, все это чушь собачья. Как правило, горючие смазочные материалы для фермерских хозяев закупаются централизованно. И явно не у мелких коммерсов, если фермер не болван, конечно, а посему... Ну, очевидно же, откуда ноги-то растут? Откуда повыше? Давайте просто порассуждаем. Первое. Из-за санкций нефтяные компании потеряли внешние рынки. Доходы от экспорта рухнули вдвое. Это только официальные данные. Я думаю, что реальные потери гораздо серьезнее. Люди бабок лишились серьезных бабок. И как-то эти потери им теперь необходимо возмещать второе. С весны текущего года в правительстве обсуждается еще одна неприятность для олигархов. Сокращение демпфера. Для вот этих вот самых нефтяников. Причем тоже в два раза. Вот здесь нужно пояснение, что такое демпфер. Налоговые вычеты. Компенсации от государства за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Короче говоря, возможные потери. Пацанам покрывают из бюджета. За это пацаны снижают ценник для нас здесь, внутри страны. Вот только с компенсацией пацанов нынче, похоже, тоже решили побрить. По всей вероятности. Ну а дальше просто складывайте 3,2. У нас проблемы уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную. И не отсеемся. Повозим. Это будет катастрофа. Значит, и второе, ну это так, мы с этим, наверное, обслуживаемся. Потому что вообще сейчас современный экспорт нефтепродуктов закрыт. Как-то не стабилизируем. Ситуация у нас. Нет слов. Ну то есть вот. Ситуация, как мне кажется, действительно аховая. Это не я краски сгущаю. Если целый министр сельского хозяйства предлагает поднять вопрос о приостановке экспорта нефтепродуктов. Причем как серого, так и белого. И этот вопрос, между прочим, уже обсуждается на разных уровнях. Друзья, о чем-то это говорит. Не хочется произносить вот этого высокопарного. Речь идет о продовольственной безопасности страны. Из-за чьей-то жадности, кстати. Или правильнее будет сказать, из-за возни а-ля внутренние экономические разборки. Ну это правда такой негативный сценарий. Я все-таки думаю, что он маловероятен. А вот то, что вся эта история обязательно отразится на ценах на продовольствие уже очень-очень скоро. Вот по этому поводу могу даже забиться с кем-то из вас. Впрочем, чего забиваться? Это ведь уже даже аксиома какая-то, что ли. В очередной раз наблюдаем картину, когда государство снова полезло что-то где-то регулировать. Эта их забота вышла для нас с вами в боком. В право танцующим. Так называемые санкции. Дурь, конечно, полная. Со стороны тех правительств, которые ограничивают свой бизнес. Мешают ему работать. А я промолчу. Впрочем, это еще не все хорошие в кавычках истории. Растущий доллар продолжает напрягать российских чиновников и портить красивую пропагандистскую картинку о масштабных успехах в отечественной экономике. Да и вообще во всем, что остаются прям успехами-успехами. Невзирая на попытки забугорных ворогов создать нам еще больше проблем. Короче, вы помните же, да, как в августе ЦБ предпринимал ряд попыток для стабилизации курса национальной валюты. Я рассказывал об этом пару выпусков назад. Кто не видел, посмотрите обязательно. Так вот, не помогла прививочка-то. Грязная зеленая бумажка дешеветь отказывается. Более того, ихний тугрик по-прежнему продолжает подбираться к пугающей отметке в 100 рублей за доллар. Ну а рублю снова стало плохо. Курс доллара превысил 97 рублей впервые с 16 августа. Эффект от повышения ключевой ставки, а также словесных интервенций почти полностью пропал. Евро торгуется вблизи отметки в 105 рублей. Эксперты подчеркивают, пока меры властей не оказывают никакого влияния на курс, а дополнительные продажи экспортеров лишь сдерживают национальную валюту от более быстрого падения. Ну, как бы все просчитано, все рассчитано, ситуация понятна. И все это, повторюсь, происходит на фоне грядущих выборов Великого Кормчева. И все это происходит на фоне бесконечного вранья пропаганды из серии «Нам акула-каракула нипочем, мы акулу-каракулу кирпичом». Санкции — это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. В общем, вставили опять Эльвири и Сахибзадовни, по всей видимости. Теперь ждем 15 сентября, где на плановом заседании ЦБ, по прогнозам некоторых аналитиков, могут объявить об очередном повышении ключевой ставки, как об одном из способов стабилизировать наш несчастный рубзик. Вопрос остается лишь в том, на сколько процентных пунктов данные показатели вырастет. Хорошо это или плохо, но я уже отвечал на данный вопрос, смотря для кого. Для политиков и пропагандистов — отлично. Повод распушить перья, напускать в ванни, еще больше пыли в глаза, снова повизжать, про Рубель укрепляется и про то, что Америке осталось недолго. В действительности, ну все же понимают, я имею в виду нормальных людей сейчас, что никакого укрепления национальной валюты в этой ситуации не произойдет. Смысл игры прост. Кручу-верчу, запутать хочу, зато снова вырастет цена кредитов. Для малого и среднего бизнеса. Вон, для тех же аграриев, например, которым аккурат сейчас посадочный материал закупать нужно. Зато вырастут ставки по ипотеке для бра, для граждан, которые в свою очередь потянут за собой вверх цены на недвижимость. Зато вырастет число обанкротившихся предпринимателей, которые без стого задыхаются в кредитной кабале. К сожалению, те меры правительства, которые оно вносит по поддержанию бизнеса, предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства, они носят не комплексный характер, а спорадический. Помогают, причем помогают тем, не обязательно, кому необходима эта помощь. Нам пи***ь. Конечно, кто-то мне сейчас может сказать, тебя послушать, так любое событие плохо. Доллар, должа, дорожает плохо, потому что тащит за собой вверх цены на импортную продукцию. ЦБ стабилизирует рубль, дабы этот самый доллар уронить. Опять плохо. Теперь стоимость кредитов может вырасти, удар по бизнесу, бла-бла-бла, и снова ценовой скачок, я отвечу. Да, господа, именно так, потому что развивать экономику надо, а не дыры в ней латать от случая к случаю. То, что делают мегаэкономисты в России, сегодня напоминает, знаете, ямочный ремонт убитой дороги. Тут провалилось, засыпали. Здесь яма образовалась, замазали. Там дыра нарисовалась, ложок воткнули. А никто не хочет попробовать, в принципе, эту дорогу сделать по-человечески. Снять там старое покрытие, отсыпать все щебнем, положить сверху хороший, качественный асфальт, нет? Ну, тогда лепим заплатки дальше и надеемся на чудо все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Напоминаю, во ВКонтакте и в Однокласснике через VPN. Остальные площадки без ограничений. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...